Высокие-высокие отношения. Так можно охарактеризовать ситуацию с 14-ю чебоксарскими многоквартирными домами, которые никак не могут поделить между собой управляющие компании. Домом по бульвару юности вообще управляют сразу три организации УК и два ТСЖ. Однако жильцам все-таки придется сделать выбор. Дом на бульваре юности строился в 90-е годы прошлого века. Сначала два подъезда, потом еще четыре. В результате образовалось несколько ТСЖ. В то веселое время и не такое было возможно. Сейчас шесть подъездов одного дома обслуживают одна управляющая компания и два товарищества собственников жилья, расчертив двор на зоны влияния и очистки. Но если тротуары и песочницы как-то можно поделить, то с коммуникациями все сложнее. Шестой подъезд, как я вам объяснила, они полностью зависят от нас. Вот у меня, допустим, на сегодняшний день система водоснабжения в третьем подъезде, нужно ее полностью менять, так как она поставлена из черных газовых шовных труб. Черные газовые шовные трубы, все, они у меня уже за, считайте, 18 лет, они уже дышат наладом. А опять-таки я ТСЖ предлагаю, а он говорит, а я не буду менять. В моем подъезде все нормально. Но это в твоем подъезде. Но ты-то получаешь все это от нас. А если будет собственник один в доме, значит и совершенно и разговоры другие будут. Жильцы всех шести подъездов ситуации не особенно озабочены. Хоть три, хоть одна обслуживающая организация, лишь бы было чисто. С их точки зрения все в порядке. Контейнеров для мусора достаточно, песок в песочнице привозят сразу три машины. Но с точки зрения жилищного кодекса такой бригадный подряд недопустим. Хотя бы потому, что собственники квартир не могут полноценно управлять домом. Квартирный дом в соответствии с требованиями жилищного законодательства должен управляться только одной управляющей организацией. Независимо, или это управляющая организация, управляющая компания, или это товарищ собственник жилья. Первое, что очень самое важное, то что все решения, которые принимают в таких домах, они практически нелегитимны. То есть для принятия решения у этих собственников отсутствует кворум. Так как для любого принятия решения нужно практическое голосование, чтобы при голосовании собственники участвовали более половины. Кроме дома на бульваре юности в Чебоксарах еще 13 многоквартирных домов, которые по разным причинам управляются не одной, а двумя организациями. В ближайшее время всем жителям придется сделать выбор. Если этого не произойдет, придется подключаться к городской администрации и выставлять дома на открытый конкурс.